И теперь переносимся в Коткино. Там в эти выходные состоялись юбилейные 10-е межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. 10 команд из 6-ти сел округа боролись за звание сильнейшего. Слово Александре Литковой. В этом частном доме спортсмены из Нельминоноса останавливаются уже не в первый раз. Юрий Кустышев – один из постоянных участников команды. Говорит, соревнования – это отличный повод встретиться со старыми друзьями. В Коткино приезжаем уже не первый раз. Я приезжал первый раз сюда в 16 лет. Слово мне уже 24. Приютить на несколько дней приезжих спортсменов для жителей села Коткино стало уже доброй традицией. Размещаются по частным домам. Все спортсмены разбирают, кто уже по старым адресам спорткиады. И соревнования уже несколько лет проходят. Но у нас в основном мы с командой Нельминоноса дружим. После долгой дороги времени на отдых нет. В спорткомплексе уже начались судейские матчи. Первыми на поле вышли команды Оксина и Нельминоноса. Команду их подготовка снять невозможно, потому что мы же не знаем все в разных сезонных пунктах. Но могу сказать по прошлым сезонам, по прошлому, что профессионально у нас команд нет. Все играют на любительском уровне. Но я достаточно хорошо знаю, что все показывают в хорошем уровне. Всего в этом году в спортивной столице Нельминского округа собрались 10 команд. 4 женских и 6 мужских. Мы находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе села Коткино. Сейчас здесь проходят юбилейные 10-е межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. Открыл состязание депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Здравствуйте. Действительно, сегодня у нас в Коткино многолюдно. Приехали команды, ну, с большинства, наверное, наших муниципальных образований. Вообще, в последнее время Коткино у нас такая стала Олимпийская деревня. Если мы считаем Тельвиску культурным центром Нельминского округа, то Тельвиска – это, безусловно, спортивный центр. С 2008 года здесь проводятся вот такие мероприятия. Спартакиады, именно сельские спартакиады, где собирается сельская молодежь, играет в волейбол, занимается спортом. Готовятся к играм команды по-разному. Кто-то за месяц до соревнований, а кто-то тренируется круглый год. Например, сборная села Великовисочная. Для нас это значимое мероприятие, так как у нас зал маленький в школе, то есть мы тренируемся на базе села. В ФОК мы приезжаем поучаствовать, посражаться, так говорится, на большой арене. Для нас это выезд, как маленькая звездочка, которая открывается среди ясного неба. И тем более здесь мы встречаемся очень много с друзьями. В этом году юноши Великовисочного показали неплохой результат – третье место. Спортсмены из Красного также постарались, хотя многие из них впервые приехали на соревнования. Девушкам удалось занять второе место. Вообще в Коткино первый раз. Очень гостеприимно нас встретили. Отмечаем, что уютный спорткомплекс. Как бы все хорошо. Готовимся усиленно. Надеемся на призовые места. Жители в селе очень гостеприимные. Нас все хорошо приняли. Все такие люди милые, добродушные. Коткино оставляет только положительные впечатления. Это такие самые, наверное, обширные соревнования, для которых нужно было готовиться. И мы готовились в Норде достаточно долго. История соревнований началась 10 лет назад. Тогда в них участвовали только мужчины. Женские команды впервые вышли на поле 4 года назад. Соревнования начинались сначала как кубок главы администрации Коткинский сельский совет. Потом, через год, они стали уже называться кубок главы администрации Заполярного района. И последние лет в 6, наверное, они называются как межмуниципальные соревнования Ненецкого автономного округа по волейболу среди мужских и женских команд. По итогам состязаний в этом году лидерами среди мужчин стала сборная поселка Индиго. Вторыми стали каткинчане. Лучше всех среди женских команд выступила сборная «Сияние». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.